Когда лента выйдет в прокат. Ещё один интересный кинопроект, на этот раз отечественный, возможно, понравится многим зрителям нашего телеканала. Павел Лунгин снимает 12-серийную драму «Родина». Её прототипом стал американский фильм «Хоумленд», который считается одним из самых успешных сериалов в истории. Российская версия обещает стать ещё более запутанной и неожиданной. На съёмочной площадке побывала Юлия Киселёва. Для Павла Лунгина создание фильма — это особое таинство, поэтому правила поведения на съёмочной площадке у него суровые. Режиссёр требует мёртвую тишину даже между дублями, полного актёрского погружения и неразглашения сценария. Большинство эпизодов «Родины» полностью засекречены. В планах Лунгина снять остросюжетное кино, где жанры будут сменять друг друга по несколько раз за серию, а количество сюжетных поворотов зашкаливать. Эти кадры — настоящий эксклюзив. Квартира полковника Брагина, который после шести лет плена на Северном Кавказе наконец-то вернулся домой. Персонаж Владимира Машкова — национальный герой для всех, кроме оперативника ФСБ Анны Зиминой, которую сыграла Виктория Исакова. Она подозревает его в измене «Родине» и «Двойной игре». Уникальность этого сериала в том, что там два главных героя, они люди в пограничном состоянии. И он, у которого есть раздвоение личности, и она со сложностями психологическими. И вот эта борьба с любовью, соединение этих двух таких нетипичных, нестандартных существ — это, конечно, захватывающе. Актриса американского сериала «Клэр Дэйнс» для подготовки к роли консультировалась с сотрудниками ЦРУ, а также просматривала видеофильмы, сделанные больными депрессивным психозом. Информация о том, как готовятся российские артисты, долго держалась в секрете. Известно, что Владимир Машков перед съемками сбросил около 7 килограммов и узнал некоторые тайны военной разведки. Володя такой глубоко очень готовящийся человек. На съемочной площадке постоянно бывают его друзья из ГРУ, которые были в реальных операциях и в Чечне, я думаю, вообще во всем, по всему миру, которые дают советы, смоты. Лунгин прорабатывает с актерами каждую деталь, внимательно выслушивает их многочисленные предложения. Сцены взаимоотношения полковника Брагина с женой — одни из самых драматичных. Героине Марии Мироновой придется вычеркнуть 6 лет из своей жизни и заново узнать своего мужа. Он все время закрыт, он все время в себе. И в этом, собственно говоря, самая большая проблема. Потому что для нее, как для женщины, это полное отсутствие эмоций каких бы то ни было с его стороны. Идет все время нагнетание, и до конца непонятно вообще, во что это выльется. Как сложатся отношения с семьей, и кем в итоге окажется Брагин — патриотом или предателем? Создатели фильма обещают неожиданный финал. Поклонникам Родины осталось набраться терпения. Ожидается, что премьера первого сезона сериала состоится весной следующего года.